Всем привет дорогие друзья, с вами Санёк, хотел бы вас познакомить с медведем Шатуном в игре Death Gunner Жизнь После, который просто всей душой ненавидит фриканов. Даже убив одного фрика, он продолжает его уничтожать. Не знаю, ребят, это баг такой или какой-то глюк в игре я поймал, но вот он меня полностью игнорирует. Если вы помните, у меня было такое видео, добрый медведь Шатун, сейчас вверху ссылка появляется, можете глянуть, кто не видел, когда медведь меня полностью игнорировал. Здесь, в принципе, происходит то же самое. Этого медведя больше интересует труп фрикана, которого он убил до этого, а меня полностью игнорирует. Мне пришлось применить шокер Нера, хоть как-то его привлечь внимание, я, конечно, получаю от него, он меня просто погрыз, поругался на меня и смотрите, что происходит дальше. Он возвращается обратно к фрику и начинает его там убивать. Даже то, что я его, так сказать, пощекотал с помощью шокера Нера, его вывело немножко из себя, но он обратно вернулся. Вот так он злится и Дада пытается убежать, убежать, найти обидчика, не нашел. Я был потому что на том месте, там он меня не нашел, не понимает, где я. И опять возвращается к фрикану. Странная такая, какая-то тема, медведь полностью, ему пофигу, кто тут около рядом с ним ходит. Фрик для него главная задача уничтожить, втоптать его в землю и просто, наверное, превратить в пыль. Так, хорошо, я думаю, надо поэкспериментировать. Давайте приведем к нему еще одного фрика. Что из этого получится? Может быть, он разбагается? И да, медведь сразу бросается шатун на этого фрикана. Промазал, мне придется его убить. Потому что тут появляется еще один. Смотрим, что происходит. Меня главное проверить, вернется ли медведь после убийства какого-то другого фрикана к тому самому первому, которого он ненавидит больше всего. Смотрим, что происходит. Куда же пойдет наш медведь? Рядом появляется еще один фрик. Он устремляется к нему. Начинает мутузить другого фрикана. Треплет его. Бросает. Вот, вот, вот. Видите, все. Поверг. И теперь смотрим, куда же он пойдет. И все, новая цель его, это последний убитый фрикан. Да, к первому он потерял интерес. Теперь его задача уничтожить другого. То есть, последний из обидчиков, который у него был, становится его злейшим врагом. И ему хочется его добить полностью. Ладно, беру еще раз шокер Нера. Пытаюсь отвлечь его на себя. Получает он в морду. Забавно он так злится. Особенно вот так вот прикольно выглядит его морда, когда получает он шокер Нера. Она у него так подсвечивается. Выглядит, конечно, жутковато и одновременно прикольно. Но смотрите, я пытался его влечь к себе как можно дальше. Нет, он на меня забил. Как только я перестал его, да, немножко так и злить с помощью шокера, и он обратно побежал к этому самому трупу фрикана. Не, бесполезно. Я думаю, надо, наверное, поджарить его прям хорошенько. Может, он все-таки разбагуется и решит за мной пойти. Продолжаю его жарить. Вот так вот. Нет, он прям упорно бежит и возвращается к этому фрику. Да вернись ты уже, медведь, получай. И думаю, надо подольше его подержать на электрошокере. Может, даже получится его уничтожить. Хорошо идет. Прожарка прям будет великолепная. Так, смотрите, он даже под шокером Нера продолжает мутузить бедного фрикана, который уже давным-давно помер. Еще даю ему шот. Медведь прям идет прям. Смотрите, вообще шотун медведь, конечно, опасный парень. И он даже игнорирует полностью шокер. Убегает куда-то, вырывается из шокера. Появляется еще один фрик. Но, я видно, ему очень сильно надоел. Он решил меня потрепать. Я пытаюсь вырваться из захвата. Сзади еще его там, конечно, мутузит какой-то фрикан. Я думаю, сейчас он фрику все объяснит. Кто тут прав, кто тут нет. Разворачивается. Так, смотрим. Нет, я стал для него целью номер один теперь. Все-таки мой шокер его взбесил. Он шокер взбесил. И думаю, надо, пора, наверное, брать винтовку, убрать этого фрика, чтобы он не мешался. И переключиться уже на медведя. И посмотреть, все-таки полностью он разбаговался. Не вернется ли он уже к тому трупу фрикана, которого он последний раз уничтожил. Прошел ли у него этот баг. И вроде да. Как вы помните, когда я убегал, он потом возвращался. Сейчас он не возвращается. Я для него теперь. Та цель, которую нужно уничтожить. Хотя нет, он нашел кого-то. Стоп, стоп. А, еще один фрикан какой-то. Он переключается на него. Сейчас посмотрим, что будет. Но я решил все-таки убрать этого фрика и посмотреть все-таки, давай, медведь, разбагуйся уже. Сколько можно? Нет. Посмотрите, он опять начинает ходить кругами и смотреть на труп фрика. То есть этот баг происходит здесь с каждым фриком. И он медведя не отпускает. Да, в какой-то момент он вроде как стал более... Ко мне относиться с большим интересом, чем раньше. Конечно, он меня атакует и бегает за мной. Но мы замечаем, что баг все-таки не пропадает. Вот такая вот штука, на которую я здесь нарвался и решил с вами поделиться. Интересная тема. Такого я еще не видел, чтобы медведь в шатун добивал мертвых фриканов. И причем добивал буквально каждого, которого убивал последнего. Если вы с таким встречались, пишите, пожалуйста, комментарий. Интересно будет почитать. Если вам видос понравился, не забывайте поставить лайк. Если кому интересно, подписаться на канал. С вами был Санек. Всем счастливо. Всем пока. С вами был Санек.